Да будет слава Господу, братья и сестры. Не знаю, насколько будет продлеваться это время, благоприятное, но сегодня есть хороший день. С нашими детьми, с нашими дедушками, с нашими бабушками мы можем быть сегодня в служении. То, чего не имели раньше наши родители, верующие, братья и сестры. И мы, некоторые переживали еще такое тяжелое и трудное время. Для нашего рассуждения я желаю прочитать вместе еще написание Ивангелия от Матфея, 15 глава, с 21 стиха. Ивангелия Матфея, 15 глава, 21 стих и ниже. «И выйдя оттуда, Иисус удалился в страны Тирские и Сидонские. И вот женщина Хананейнка, выйдя из тех мест, кричала ему, «Помилуй меня, Господи, сын Давидов! Дочь моя жестоко беснуется!» Но он не отвечал ей ни слова. И ученики его, приступив, просили его, «Отпусти ее, потому что кричит за нами!» Он же сказал в ответ, «Я послан только к погибшим овцам дома Израилева». Она, подойдя к Лане, и всему и говорила, «Господи, помоги мне!» Он же сказал в ответ, «Нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам!» Она сказала, «Так, Господи, ну и псы едят крохи, которые падают со стола, Господь их!» Когда Иисус сказал ей в ответ, «О, женщина, велика вера твоя, да будет тебе по желанию твоему!» И исцелилась дочь ее в тот час. Братья и сестры, мы хорошо знаем это местописание. Не раз мы уже читаем. Восторгаемся этим поступком этой женщины. И то, что конец этой истории, такой маленькой истории, он хороший. Там помощь пришла от Господа. Братья и сестры, а вот если мы поставим себя на это место, вот свою нужду поставим нам в нужду, как нужна этой женщины. И вот мы прошли бы этим путем, как прошла эта женщина или нет. Братья и сестры, мы в нашей жизни хочем видеть руку Божью, хочем видеть Божье благословение и хочем видеть помощь от Господа, чтобы Господь помог нам, благословил. И каждое утро, когда мы встаем или вечером ложимся, в нас есть и благодарности Господу, и просьбы. В этой женщине была большая нужда. Может, он не видел тех людей, которые находятся в такой болезни. Это не то, что рука болит, или нога болит, или голова болит. И часто нам тяжело переносить этой болезни. Мы в церкви заявляем, близких друзей, служителей призываем, помолитесь. У меня вот такая проблема, такая болезнь. Или врачи что-то сказали, тяжелая. Братья и сестры, а эта болезнь не сравнила с этими болезнями тела нашего. Та женщина сказала, моя дочь жестоко. В таком положении много мне пришлось видеть таких людей, которые не могут управлять собой, или Вадиме Лукавым. А это не просто. Это жестоко было. Мучение этой дочери Лукавым. И мать, я не думаю, еще не испробовала все варианты, которые были на то время. А может и советы людей, которые говорили, вот может так сделай, может туда поедь, а туда повези. А того пригласи в свой дом. А братья и сестры, а я не знаю, в этой женщине были еще дети или нет. А может, когда родился этот ребенок, эта дочь родилась, у нее в этой матери были мечты. На старость кормить меня будет. Голову склоню на ее руку. Я не думаю, что там были еще дети. Было бы, может, наверное, написано. И тут, когда начала эта дочь подрастать, и она увидела, о, наверное, нет, что-то, наверное, другое. И увидела действия этой дочери. И зрачевание пришло, и слезы пришли. И часто в нашей жизни, братья и сестры, радость наполняет наше сердце, когда рождается ребенок, а потом проходит какое-то время, и слезы приходят откуда-то. Смотрен на поведение сына, дочери, смотрим на их жизнь и уже думаем, а как будет. И та женщина, я тоже, думаю, имела какие-то желания, планы свои, но вот надежда вся потеряна. Увидела дочь, которая не управляет собой, а кто-то ее управляет. Мы в церкви, братья и сестры, часто молимся за больных людей. И когда у нас молитва в пятницу, мы молимся за больных людей, и часто приходится призывать братья и сестры, давайте помолимся за духовно больных людей, которые не могут справиться с собой. Те, которые не переживали, не могут их понять, этих людей. Братья и сестры, говорит, мысли смущают. Муж говорит, да не думай, что ты думаешь? Не думай, гони эти мысли. Не могу, трудно, тяжело. И часто в нас в церкви мы молимся, и часто приходят с других мест, с других церквей, братья, мы слышали, вы молитесь, за меня помолитесь, за сына помолитесь, за дочь помолитесь. И скажу, братья и сестры, Господь помогает до этого времени. Конечно, некто приходит в покой и мир души после первой молитвы, а некто после нескольких лет переживаний смотришь легче, 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 излегко. И потом только вспоминают, какие были трудности, переживания, душевные проблемы. А это, мать говорит, дочь моя не просто имеет переживания, не просто имеет волнения, жестоко беснуется, очень тяжело. смотреть на это каждый день, братья и сестры, каждый день. У нас есть люди в церкви, которые телесно или умственно больны. И матери некоторые уже изнемогли от этого. И мы часто молимся, посвящаем эти дома, говорит, я уже не могу, кажется, нет уже сил. Братья и сестры, но откуда-то? После молитвы, говорит, вроде бы и силы приходят. Да, и эти действия уже не такие стоят. Слава нашему Господу, братья и сестры. Почему Боже Слово говорит, стражит ли кто из вас? Пусть молится. Это очень тяжелое страдание, и я мысленно понимаю эту женщину. Часто даже люди в таких состояниях обращаются к тому, кто это принес. Обращаются к тем людям, которые обладают этой силой у Камова, и в таком положении люди ищут помощи не у Господа, а в этих людей. Но однажды, братья и сестры, эта женщина услышала об Иисусе. Я думаю, ей рассказали, говорили, что Иисус помогает от всех болезней. И это то и то же. И вот она оставила все. Разве не было у нее заботы других каких-то? Разве не было поля, или не было заботы о том, чтобы похормить себя? Да и дочь оставила, не знаю, на кого, и пошла. Я был в этих местах. Братья и сестры, это не такой-то легкий путь ей надо было прийти. Господь находился там возле моря, она пришла от Тира и от Седона, с этих мест. И вот она нашла Иисуса Христа. Тут два места священного Писания, и Марк описывает эту историю, и также Матфей нашла Господа. Вот ей рассказали, наверное, ни одного она переспрашивала, а как, а где она отдыхала, а где она спала, а что она ела, братья и сестры. Это непростая история, дорогие христиане, братья и сестры. И вот она начала кричать или начала умолять Господа, которого увидела, подошла я домой, Христос, у меня большая нужда, помоги мне. Христос не обращает внимания. Он занимается своими делами или словами или какими-то решениями. Она снова начала говорить, просила, говорила, никакого ответа, начала кричать. Идет и кричит, Господи, помоги мне. И снова ничего. Господь ничего не обращает внимания. Уже кто-то из учеников подходит к Господу и говорит, Господь, ну смотри, кричит уже, не то, что говорит, уже кричит за нами, помоги, отпусти ее. И Господь снова ничего не говорит. Потом написано, они вошли в дом. В дом вошли, там какой-то, наверное, обед был приготовлен. Марк говорит об этом. Она пришла, упала у ног, ухватилась за ноги и кричит, Господи, помоги, дочь моя в таком положении. А Господь обращается к ней и говорит, нехорошо взять хлеб у детей и бросить животным. Братья и сестры, я смотрю на эту женщину. Я думаю, как она это выдержала все? А вот если бы нам братья вот такое сказали, что Христос сказал этой женщине, мы это выдержали или нет? Я не думаю, что мы выдержали это. Если бы нам сказали, назвав такими именами, я не хочу повторять это, назвать такими именами, иди, что ты место занимаешь? И такое имя сказали. Я думаю, это была бы большая проблема. Ну, и эта женщина могла отойти после таких слов, когда сказал Христос, ей нехорошо взять хлеб у детей и бросить животным. Я думаю, она пошла бы с обидой, огорчением. И дочь исцелилась бы или нет? Да, она была возле Христа. Да, она его просила. Да, Христос многим помогал. Но если была бы обида, помощь бы не пришла, братья и сестры. Никогда. Но она, я не знаю, я бывает, читаю места Священного Писания, я удивляюсь, где находят такие слова. Находят такие, и она нашла такие слова. Она говорит, Господи, помоги мне, помоги мне. Да, я такова. Помоги мне, Господи. Братья и сестры, и тогда, после тех слов, когда она сказала, Господи, я не прошу тебя хлеба, я прошу тебя крошку, которая упала со стола. Мы сегодня, братья и сестры, то, что упадет со стола, в мусор выбрасываем. Не так ли? И часто учим наших детей, сынок, со стола упало, мусор, нет, уже на стол не ложи, а тем больше, даже с тарелочки упало на стол, и уже мы дальше в тарелку не учим, чтобы дети не ложили, не так ли, братья и сестры? А это, Господь говорит, нехорошо взять хлебу детей и бросить животным? Она говорит, Господи, там со стола крохи падают, и я вот это прошу. И там вот эти животные пользуются этим, вот этими крохами. И мне, как негодной, как недостойной, как самой низкой, уподобившись этим животным, пусть упадет для меня маленькая кроха, для моей дочери, которая в тяжелых страданиях. Братья и сестры, упала кроха, упала кроха. По ее просьбе, по ее желании, по ее смирении. И Господь сказал, обратил речу свою, о, женщина, велика твоя вера. Она сказала, Господи, со мной пойди. Господь сказал, да будите пожеланиями твоему. Она жила далеко от этого места, где находилась. Не знаю, сколько километров было, надо мной идти. Господи, со мной пойди. Господи, там на месте, скажи это слово. Господи, исцели там. Как часто в нашей жизни это бывает, братья и сестры. Но она хватила, она ухватилась за это слово Господа. И уже не написано, что она больше кричала, чтобы она уже плакала, просила. Она взяла то слово, которое сказал, Господь, иди, дочь твоя здорова. И она снова отошла и пошла. И что написано? И нашла ее. Братья и сестры, а сейчас в кратких словах представим эту встречу матери и дочери. Она оставила свою дочь, не знаю, в каком положении, в каком месте, может, привязанную, может, на каких-то сильных людей оставила эту дочь, а потом возвращается с желанием. Что сейчас? Господа видела, Он сказал то слово, и действительно, то слово имело силу для моей дочери или нет? Приходит домой, и написано, Марк говорит, дочь лежит на постели. И когда увидела маму, это дочь, я думаю, она встала, и слова пошли. И мама, братья и сестры, это делает Господь. И Он сегодня это делает. Если мы смиряемся пред Господом, а вот смириться до того положения, нам не позволяет гордость. Наше Я не позволяет. Если братья что-то сказали или обличение какое-то, мы услышали свой адрес, как мы переносим это? Часто некоторые говорят, соблазняются, потому что-то не почтили, имя не назвали, не пригласили, может, доброе слово не сказали. Братья и сестры, это есть причина для того, чтобы оставить церковь молодые люди, которым 15-20 лет. Часто ходят в этот мир, потому что что-то отец и мать сказали не то. А здесь, дорогие молодые люди, как эта женщина поступила, поступила, когда к ней была обрещена эта речь. Братья и сестры, какие факторы здесь работают в этой истории? просьба, крик, умоление, унижение, которые ей пришлось перенести, оскорбление. Но все это взяло вверх этой женщины большая вера. Только Христос мне может помочь, чтобы не сказал мой адрес в место, где я живу, за мужа, за мою жизнь прошедшую. Но я хочу, чтобы он помог мне или сказал только слово, чтобы исцелилась моя дочь, потому что жестокие страдания. Братья и сестры, мы стоим перед нашим Господом. Эти истории или эту историю мы хорошо знаем. Я не раз говорил в собрании, хотели бы мы восторгаемся Авраам, Мисакам и Яков. Господь был с ними, Господь с ними говорил, Господь их благословлял и потомство. А мы хотели бы прожить ихнюю жизнь. Жизнь Авраама, братья Сары, Исаака, Иосифа. Наши дети знают историю за Даниила, Иосифа, Сидраха, Мисакова, А мы хотели бы прожить ихнюю жизнь и так, чтобы жизнь нашей была, как у них. Мы хотим, братья и сестры, чтобы слово было в одном служении. Вы желаете видеть исцеление, чудотворение, а жизнь святою не желаете вести. Вы слова мои не желаете исполнять, а желаете видеть дело мое, руку мою. Братья и сестры, Господь на этом месте пребывает. И блажен тот человек, который не только устами служит Господу, но сердцем своим и жизнью своей. И Господь обращает на это внимание, на нашу жизнь, какова она пред Господом. И Господь говорит устами своими, вы приближаетесь ко мне, сердце ваше далеко отстоит меня. Братья и сестры, я себя в этом проверял. Я проверял себя. Как я в церкви, как я дома. Как я молюсь на служении, как я молюсь дома. Какое мое поведение к другим, когда видит меня, и поведение, когда никто меня не видит. На это обращает внимание Господь. И посему, братья и сестры, последнее время и лукавое время, и нам нужно проверять себя, и особенно то, что нужно христианам в последнее время, это смирение. Чтоб дети смирились пред родителями своими, пред отцом своим, пред матерью своей. Чтоб церковь смирилась, как Боже Слово говорит, любите, почитайте друг друга в высшем себя. Братья и сестры, с этого момента, когда мы начинаем почитать друг друга в высшем себя, когда мы видим свое состояние, и мы смиряемся пред нашим Господом, Боже говорит, слово Бог смиренный. дает благодать. Братья призывали сегодня к благодати, я думаю, братья и сестры, а почему так сегодня мало может быть благодати в нашей жизни, в наших сердцах, в служениях наших, а потому что смирения нет. Братья и сестры, вспомним места или время, в которое мы жили, тяжелые, как мы нуждались пред Господом, как мы жизнь нашу проверяли, когда нас унижали, когда нас оскорбляли, когда звезды скуцепляли, галстук повязывали, а может оружие нам в руки давали. Как мы вели себя тогда? А сегодня что-нибудь, все, лойеры на нем, все в суд и так дальше. Братья и сестры, где смирение? А Боже слово говорит, не лучше ли вам быть обиженными? Церковь, дорогая, братья и сестры, не будем жить по правилам и законам этого мира. Будем жить по правилам и законам Священного Писания, Библии, Божьей Слово. Господь наш защитник, Господь наш судья, Господь наш помощник, Он наш врач и целитель, Господь наша жизнь. И когда на этой земле мы служим нашему Господу, не только на словах, но на деле, Господь выходит навстречу, братья и сестры, и Господь помогает. Там, где не могут сделать врачи, там, где не могут помочь этой женщине, никто не мог помочь. Это продолжалось днями, месяцами, годами, она измучилась. И потом одна только надежда на Господа, и Господь подал ей помощь, братья и сестры. И тебе, брат, дорогой, сестра, Господь силен подать помощь, не отойди, когда молитву твою никто не слышит, что ты просишь кого-то, когда ты кричишь, никто не внимает, не отойди от Господа церкви. Когда ты умоляешь, когда ты падаешь, никто не прощает внимания, а может, еще кто-то оскорбил тебя, не отойди от Господа церкви, от Его благодати. Дорогой друг, не отойди, будет конец, еще не все кончено, будет продолжение. Когда и обозвут тебя каким-то нехорошим словом, да, мы в церкви этого не желаем видеть, мы не ожидаем, что в церкви нас унизит и оскорбят, но если и это произойдет, не остав Господа и церковь, будет ответ от Господа в жизнь твою, в служение твою, в тело твою, в душу твою, упадет с неба кроха, аллилуйя, и придет помощь от Господа, и потом прославишь, кажется, никакой надежды нет, одно только оскорбление, унижение, и, кажется, ничего хорошего нет, но еще есть надежда, не потеряна, ожидая от Господа. Мы помним, когда, когда праведник, обижаясь пред Господом или говоря, Господи, где ты? Где ты, Господи, где ты? Детей нет, имущества нет, здоровья нет, друзей нет, близких нет, я один, где-то в поле с череписой свое тело сдираю вот эти струпья, а где ты, Господи? Я раньше видел тебя, в скале видел тебя, в поле видел тебя, в животных видел тебя, в скоте, везде видел тебя, для меня скала, ручьи елей я давала, а сейчас, Господи, где ты? Братья и сестры, Господь был возле Иова или нет? И я не видел у Господа таких страданий, когда тело болит ни ночью, ни днем, нет покоя. Я думаю, Господь был бы еще ближе к Иову, как тогда, когда он был здоровым, благословение имел, стада распространялись. Дорогой друг, когда переносишь страдания и трудности, не забудь, Господь к тебе близко. Господь слышит, что скажут твои уста, что скажет твое сердце. Господь может испытывать нас, когда мы проходим эту долину уничижения. и Господь даст тебе кроху, как этой женщине. Она взяла это, что упало со стола у Господ и пошла с этим. И это стало богатством, изобилием, исцелением, помощью и благословением. И в нашей жизни, братья и сестры, не соблазнится. Божествует, блажен, кто не соблазнится, а мне. И блажен тот человек, который уповает на Господа. Мы сегодня в служении, в воскресное служение. Мы поедем потом в свои места. Вы здесь останетесь. Работа, учеба, занятия, тревоги, переживания. Верьмо Господу, братья и сестры. Жив Господь, Который в этом служении в нашей жизни. Ведь жизнь свою мы поручили Ему. Мы вручили в Его руки. И мы дали обет служить Господу в чистой и доброй совести. Проверим наши отношения с нашим Господом. И будем доверяться Ему. Слоним колени, помолимся. Аминь.